Светлана Мастеркова 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 Например, почему Краснодар? Потому что буквально два часа, и я буду у мамы по ее первой просьбе. Она в Москве. Я буду в помощь, я буду рядом и так далее, и тому подобное. Всю свою светскую жизнь я веду все-таки по-прежнему в Москве. Мы сейчас, наверное, в одном из самых красивых парков всей страны, может, даже Европы. Парк, который, я думаю, что в какой-то степени сделал популярным этот город. Да. Но мы видели и другой Краснодар, пока ехали сюда. И мы очень долго сюда ехали. Да. Здесь дороги, в общем-то, такие очень неприспособленные к количеству людей, которые приезжают. Так как здесь всегда тепло, люди путешествуют на машинах и приезжают сюда все на машинах. Поэтому местным жителям здесь перемещаться крайне сложно. Летом еще сложнее? Ну, я думаю, да, да, это всегда так. Всегда, всегда. Поэтому нужно иметь ту локацию, где тебе комфортно перемещаться прям вот непосредственно пешком. Ну, вот к этому месту. Город разрастается, он становится более такой молодежный, потому что приезжают сюда очень много сибиряков, приезжают. Кто на постоянное место жительства, кто, например, на лето или там какие-то каникулы. Вас впечатлило это место, когда вы первый раз увидели? Да. Больше я скажу, что я была и внутри стадиона, и смотрела футбольные матчи, и видела академию футбольную, которая здесь расположена, шикарная, одна из лучших. Я думаю, что можно назвать ее одной из лучших в мире. Гальцкий, который все это сделал, воплотил. Ты идешь сейчас по этому прекрасному месту и думаешь, ну, какой замечательный человек. Какие замечательные люди пришли гулять сюда. Никто сейчас не сидит где-то в подворотне, не курит, не выпивает, какие-то еще вещи идут плохие. А гуляют здесь, наслаждаются жизнью и понимают, что все в твоих руках. Все в твоих руках. Ты можешь стать олимпийским чемпионом, ты можешь стать обеспеченным человеком, ты можешь помогать людям. Переместимся на родину еще. У вас, насколько я помню, мама повар. Да. И папа железнодорожник. Да. Почему бег? Почему бег? Здесь не зависело от родителей. Здесь все-таки принцип жизни детей в советском периоде нашей жизни. Каждый раз для того, чтобы привести спортивную секцию ребенка, учителя физкультуры и тренеры, преподаватели, они шли на уроки физкультуры в школы и отбирали для себя детей, которые подходят по тем или иным параметрам. Там фигура, вес, рост, длина ног, там, не все что угодно. И отбирали себе спортсмены в теле или иные секции. И я вот под эту вот систему аккуратненько и попала. Как-то я не сразу сообразила, что мне именно туда нужно, потому что ни мама, ни папа, ни бабушка, ни дедушка, они абсолютно были к спорту далеки. Мы все тогда любили фигурное катание, Аллу Борисовну Кугачеву и утренняя программа была, утренняя почта. Все, что было в репертуаре нашей жизни. Поэтому фигурное катание нет, но легкая атлетика получилась. Вообще я всегда хотела уйти из легкой атлетики. Мне абсолютно не нравился запах вот этого помещения, где бегали спортсмены. Вот эта черная резина, песок, все в него прыгают, потом отряхиваются долго. Я думала, что это такое, лязгание железа, потому что спортсмены тренировались. Мне было это очень непонятно. И еще был такой переломный момент, я не сразу пришла в легкую атлетику, я отлынивала. И еще один был переломный момент, когда все-таки на третий, по-моему, раз тренер пришла к бабушке и сказала, вы знаете, она очень способная девочка, разрешите ей тренироваться. Бабушка в недоумении обратила внимание взор свой на меня. И говорит, разве я тебе запрещаю? Я говорю, бабушка, не запрещаешь. Но помнишь, ты мне 10 рублей давала на спортивную форму? Она говорит, да, помню. И где спортивная форма? Ну что я сделала? Ну вообще, у нас был детский мир. У меня было в руках 10 рублей. Потому что тренер сказал, нужно купить ей кроссовки, спортивные штаны. А никто со мной не пошел. Я бегла в сандалиях и в рубашечке такие с уголками, воротников узкие такие. В итоге. И я вот, представляете, вот как родилась девочка. Мало того, что спортсменкой я стала принудительно, потому что меня заставили. Но девочкой, девочкой, я родилась абсолютно случайно. И я захожу в этот детский мир. Вы представляете мое состояние? Справа все синее, черное. Какие-то резины, какие-то железные мечи. И поворачиваю голову влево. А там рюши, розовые цвета, белоснежные майки, ленты, банты, гольфы. И я вот так вот пришла с этими 10 рублями. Я говорю, мне вот это, вот это, вот это и вот эти сандалии. Да я же дурюха, даже не знала, что их померить надо. Вот мне все, что понравилось на 10 рублей, то я и взяла. Что было дома? Ну, была я убедительна, была я убедительна. Вот тут родилась девочка. В этот же момент в моей жизни родилась врунье. Потому что, когда я пошла домой с большими пакетами, бумажными пакетами, я их ей не могла унести, то я понимала, что, что я скажу бабушке, эмоции захлестнули, а когда я вернулась уже на землю обетованную, я поняла, что будет разговор, серьезный разговор. Я думала избежать его. Я спрятала все это в дальний какой-то ящик, все запихала, запихала. И долгое время не вспоминала, из боязни того, что мне, конечно, влетит по первое число, как говорят. Время прошло. И однажды я достала эти пакеты. Мало того, что я тогда не примерила их, ну и понятно, что я когда приложила их на себя, они были мизерные. Ну, это смешно. Когда бабушка узнала, что я все-таки не купила спортивную одежду, и отправила со мной тетю, которая купила все-таки мне эту одежду, в этот момент я себе сказала, что я никогда не буду брать. Я так себя плохо чувствовала. Это еще одно качество у меня развивалось в моей девичьей жизни. Не врать и избегать вот эти конфликты. Это было, ну, мне было так обидно за бабушку. В какой-то период времени родилась девочка, которая знала, что хочется красиво одеваться. Родилась спортсменка честная. И я стала тренироваться. Но все равно с условиями начала тренироваться, что я немножко потренируюсь, все успокоятся, и я снова уйду. Но когда я проиграла первый свой старт, я себе сказала, а, ключевым моментом в жизни была кукла. Кукла. Я проиграла, упала на финише, меня все обижали. Я встала и даже не знала, что в финишную прямую надо все-таки перейти. Я куда-то и поплелась в другую сторону. Думаю, я оказалась последняя. Я же бежала первой. И все, на этом все закончилось. Думаю, господи, еще устала сильно. Но что это такое? Что это за такое? Я говорю, нет, лучше я буду вязать, рисовать. Причем не вязать, не рисовать не умела. В итоге, чем дело закончилось, когда я проходила мимо, я увидела девочек, которые меня обогнали, пока я там лежала, и думала, в какую сторону мне идти. И одной из девочек, ну, первое место, подарили огромную, красивую куклу. Она называлась Северянка. Такие вот у нее, наверное, как у меня сейчас, такие вот у нее были подведенные глазки Северянка и хлопающие реснички. То есть глазки закрывались и открывались. Но это неведанное, неведанное счастье и абсолютный какой-то мэйджик был тогда для нас, для детей, что она еще моргает ресницами мягкими. Тогда я себе сказала, я выиграю эту куклу и уйду нафиг отсюда. И знаете, прошло более 20 лет, я в Испании, у меня родился ребенок, и мне приходит посылка. В Испанию приходит посылка. Все-таки это был такой период, когда вещи такие, ну, очень тяжело происходили, как-то отправить откуда-чего. Но тем не менее. И открывая посылку, она прям буквально с мой рост была, я открываю эту посылку, стоит огромная кукла, огромнейшая. Тогда я не придала этому значения, подумала, что это подарок для моей дочки. Думаю, ну, ребенок там 53 сантиметра родился, и тут метр пятьдесят три такая кукла. Оказывается, Светлана Павловна помнила эту историю о первой кукле, которую я проиграла. Тренер. Тренер, да, да. Светлана Павловна Стыркина плескачет. И она мне ее купила и передала. Вот так, от первого старта до величайшего события каждого спортсмена страны и так далее, до завоевания олимпийских медалей. Вот такая кукла. Ваша дочь, я знаю, что она должна была стать теннисисткой, ну, по крайней мере, вы ее видели такой. Что она сейчас делает? Кем занимается? И сбылась ли это, может быть, родительская, и вполне возможно, не ее мечта? Ну, конечно, когда ребенка отправляешь заниматься каким видом спорта, и ребенку всего лишь четыре с половиной года, она не дает себе отчет, она принимает это, пользуется этим, нравится, не нравится, ты понимаешь это в течение времени. Но мы очень были удачны в этом виде спорта, мы пробовали и фигурное катание. Я неоднократно говорила, что многие родители должны отдавать своим детям возможность попробовать те или иные виды спорта, чтобы понять, а вдруг где-то будет успех или желание заниматься. Желание – это очень важно. Так вот, мы привели ее после фигурного катания на теннис, она замечательно тренировалась буквально 15 лет, она вросла в семью теннисную, и поэтому, к сожалению, так усердно тренировалась и в Испании тренировалась, но небольшая травма, которая превратилась в большие проблемы на корте, все-таки нужно быть абсолютно здоровым человеком, и эти профессиональные травмы, конечно, многих спортсменов оставляют неудел. И дальше, дальше она реализовала себя в профессии, она психолог, она сейчас работает, ей 26 лет, она абсолютно самодостаточная девочка, она раздает мне рекомендации, советы, но так как я воспитала ее замечательно, у нее прекрасное образование и так далее, то она уже где-то делится своими знаниями со мной, даже где-то может сделать замечание, что маме не очень приятно, но я иногда говорю себе, молодец, мама, молодец, это замечание веское, но ведь ты же ее этому сама научила. Про спорт. Про спорт. Две олимпийские медали, звание лучшей спортсменки России, и года, и мира, и мира, 1996 год, потом мировой рекорд. До этого, да, два мировых рекорда. Два мировых рекорда, который держался больше 20 лет, да, получается? Да. Каковы эти ощущения, когда твой рекорд бьют? Есть какая-то, может быть, ну, зависть, сложно сказать, да, слово подобрать? А вы не подбирайте, я сейчас вам отвечу. Давайте. Вообще, я настолько люблю легкую атлетику, но хочу дать пометку, я люблю очень свой вид спорта, вот свою программу, 800-1500 метров. И, уйдя из спорта, я столкнулась с тем, что происходит с легкой атлетикой, что стало происходить с ней, какая она стала меркантильная, какая, меркантильная в чем? Поменялись приоритеты, это первое. Да, финансовая составляющая для спортсмена очень важна. и поэтому многим спортсменам приходилось очень много ездить на соревнования, те, которые могли выплачивать какую-то сумму денежек, и очень трудно было отказаться от стартов, которые платили тебе деньги за участие от коммерческих соревнований. Но, слава богу, я была замужем, у меня было некое благополучие, и я могла себе позволить готовиться только лишь, только лишь к официальным стартам статуса чемпионата мира, олимпийские игры ровно там, где ты должна быть представителем своей родины. Мне повезло, что я, я, конечно, тоже нуждалась, как и все, нуждалась в денежках, но мне повезло с супругом, он мог себе позволить меня, меня не, меня просто, ну, дать возможность мне тренироваться. Как я перенесла потерю одного мирового рекорда. Все это время, все это время, больше 20 лет, я думала, почему легкая атлетика так приостановилась, почему она не развивается дальше, какой-то спад был. Ну, потому что ваш рекорд не били еще раньше, да? Да, по-хорошему, по-хорошему, когда, почему я сказала, что легкую атлетику очень люблю, я ее любила, и она должна была развиваться. Технологии шиповки, спортивная обувь, шикарная, с амортизаторами, с пяточками. Я себе пятки наращивала, ходила там, к дедушке в Кисловодске, который мне делал пятку повыше, ну, чтобы, потому что у тебя икроножки болели, так далее, я модернизировала все для себя. Можете себе представить Лужники. Там же, помните, в Лужниках у нас была самая большая ярмарка, и вокруг этой ярмарки стоял стадион. Когда я приехала между соревнованиями в Россию, в Москву, я хотела пойти потренироваться, потому что мне нужно было тренироваться, но меня не пустили. А вы знаете, почему? Потому что аренда этого объекта, стадиона, она открылась, открывалась через пять дней, но не пятью днями раньше. И мне приходилось пойти к администратору, я говорила, что мне нужно просто размяться. Я говорила, что я олимпийская чемпионка, они говорят, да мы знаем, да мы знаем, но нельзя. Я говорю, ну как нельзя? Потом кто-то мне разрешил потренироваться, говорит, только часик, только быстренько. И вот первый мой такой плачевный случай, я приезжаю, вот приехала на этот стадион, мне нужно переодеться, говорит, ну стадион дадим, а раздевалки не можем позволить. И я ушла в туалет, и когда все обалдевшие от того, что там происходило, они все видели, такие, Светлана, Мастеркова, вы же олимпийская, а я переодевалась там, и там со мной переодевались девочки, ну кто вещи мерил, кто что-то перепродавал, и девчонки из Красноярска, говорят, ты же наша сибирячка, как же здесь, как это возможно? Я говорю, вот клянусь, так в жизни было моей, я говорю, девочки, я вас очень прошу, только никому не говорите, что я в Москве переодеваюсь в туалете, пожалуйста, они такие, хорошо, хорошо, обещаем вам, вот если кто-то сейчас вот когда-то увидит этот фрагмент, может вспомнит, я говорю, пожалуйста, только не говорите. Я переодевалась, там кто трусики мерил, то маечки, то колготки там переодевали, я с ним переодевалась, такие периоды в жизни были. В дальнейшем вы что-нибудь делали, для того, чтобы такое не повторялось с молодыми спортсменами? В дальнейшем, в дальнейшем, когда я закончила свою спортивную карьеру, я 9 лет была президентом федерации города Москвы по легкой атлетике. Конечно, я многое поменяла, я многое поменяла, не всем это, конечно, нравилось, потому что экипировку я раздавала, бесплатно, как положено было, я экипировкой поощряла лучших спортсменов, кому это могло не понравиться? во-первых, такая вот расточительность считалась, ну, я не знаю, что бы с этой экипировкой делали, но вот, когда была руководителем я, она выдавалась ровно тогда, когда была выдана уже федерацию, то есть, от начала и до конца. Кем, а возможно, где видит себя Светлана Мастеркова через 10 лет? Все-таки я думаю, что через 10 лет я буду яркой путешественницей, я все-таки могу себе позволить путешествовать, путешествовать, может быть, я буду вести какие-либо репортажи, буду их демонстрировать тому или иному каналу, федеральному, не федеральному, может быть, буду отправлять ролики Ватчинской, вы будете делиться в Красноярский край, будете делиться моими путешествиями, а я буду делиться с вами своими эмоциями. Но поверьте, поверьте, чего я в жизни не делала, так это не была свободной и никогда не путешествовала столько вдоволь, сколько мне хотелось, поэтому я сейчас наверстываю, даже не упущенная, я просто иду эту жизнь дальше и позволяю себе быть женщиной, слабой, веселой, вспыльчивой, не знаю, какой угодно, только чтобы никому это не вредило. Соцсети, как вы к ним относитесь? Я видел вашу страницу в Инстаграме, там много очень таких видео, коротеньких, как вы ее ведете? Ну, смотрите, я на самом деле ничего не веду, никуда не стремлюсь через соцсети, я честна перед собой и все те люди, которые на меня подписаны, их небольшое количество, они со мной, их там порядка четыре тысячи человек, для моего уровня скажут в это время, ну, несовременно иметь там, ну, дело в том, что это мое, я не особенно люблю, я вообще не люблю делиться своей жизнью после окончания спорта, потому что она и так у меня вся на виду, она у меня всегда была на виду, но если моя дочка в шесть лет сказала мне, что мама больше без моего разрешения не позволительно снимать меня, фотографировать, потому что она уставала от этого, и вот представляете, сколько в жизни я посвятила себя журналам, телевидению и так далее, подобное, что я как раз тот человек, который миллионы прослушивателей, зрителей, миллиарды людей завоевал еще очень давно, и для меня не показатель, сколько сейчас моих поклонников находится в инстаграме, ну вообще во всех социальных сетях. Какой идеальный день, представим себе, я возможно дам даже минуты-две подумать. Нет, я сразу скажу, какой идеальный день. Какой идеальный день для вас. Давайте так, идеальный день, который у вас был, и идеальный день, который мог бы быть вот прямо сейчас представили бы себе. Значит, идеальный день начинается так, мне никуда не нужно идти, мне можно никому не звонить, мне можно не отвечать на телефонные звонки, и я могу лежать в постели, и у меня справа будет такой большой-большой поднос или разнос, как угодно это называйте, и там должен быть чай, конфеты и печенье. Супер. Потому что я всегда слежу за своим весом, фигурой, я много тренируюсь, и моя несбыточная мечта это, конечно, есть много сладкого и быть в такой эйфории. и так пускай будет полдня и смотреть хорошие фильмы, либо читать хорошую книгу, либо слушать ее. Вот это мой идеальный день, и я мечтаю сидеть перед своим небольшим маленьким бассейном, чтобы видеть холмы, деревья, чтобы было темно, стрекотали эти кузнечики, да, вот как это бывает, и ты сидишь, чашечка кофе, наверное, пускай будут прекрасные такие же люди. А вы это себе место представляете где? Где-то в российских полях или европейских? Я призналась, но так лукаво-лукаво, я открыла для себя в Краснодарском крае Абрау-Дюрсо, и я мечтаю об этом месте, я мечтаю и мечтаю жить там. Там есть все для того, чтобы я там жила. Про нынешнюю вашу жизнь вы сказали, что готовитесь к марафону. Да. Чем вы еще занимаетесь? Нынешняя жизнь исчисляется в периоде полтора года. Я всего лишь полтора года не то, чтобы я от чего-то отдыхаю, но где-то могу так и сказать. Потому что в Москве наступил период вот 10 лет, как-то так сложилось, что я очень резко окунулась и в общественную, и в социальную, и в государственную. Я стала депутатом муниципального образования района Таганка. Затем, причем я сама избиралась, сама... Своего Движенко, да. Само... Да. То есть никто мне никаких финансов не предлагал, брошюры, общение с людьми, это все делала я самостоятельно. Вот. То есть у меня не было никакой компании. Ну, там немножко что-то там напечатала, я на принтере там распечатала своего Дворца детского спорта, государственного бюджетного учреждения. Это все, что я использовала, ресурс какой. Затем, а, и просила секретаря, чтобы походу домой, ну, рядом с ДДС, развешивала эти все мои плакаты. Это все, что я могу сделать. И с большим отрывом я лидировала и выиграла, и вступила все-таки в это собрание. Затем Дворец детского спорта возглавила, 1200 человек персонала, большой объект, много видов спорта. Я вообще хозяйственник. Я никогда не была тренером, и навряд ли я могла бы быть. Потому что, ну, потому что это не осуждение самой себя. Не каждый спортсмен может стать, например, кем-то, ну, кем он не может стать. Нельзя привязывать спортсмена к тренерской работе. Абсолютно не та привязка. Я, например, помню, как тренировала моя тренер, сколько времени она на это тратила. посвятить себя еще тренерской работе. Это, ну, как бы, у меня нет такого ресурса физического. Я хочу развиваться, идти дальше. Я могу себе это позволить, в конце концов. И, как бы, я это все заслужила. Заслужила полтора года думать вот о том, о чем я сейчас думаю. Я хочу пробежать еще один марафон. К сожалению, я переболела ковидом. Мне нужно восстановиться. И сказать, что я ничем здесь не занимаюсь, но так сказать можно, с каким акцентом это сделать, например. Я занимаюсь, сейчас громко будет сказано, я занимаюсь недвижимостью. Вот таким фундаментальным чем-то. То есть я уже никуда не бегу, у меня нет никакого графика, я никуда не стою рано утро, чтобы что-то куда-то успеть. Я уже ни перед кем не отчитываюсь. Это, вот если, когда я работала в мужском спорте, да, и то, уходя из мужского спорта, мне предложили еще несколько вариантов работы в мужском спорте, потому что сотрудникам я была хорошим, и Сергей Семенович Собянин, мэр города Москвы, на одном из конкурсов объявил меня, по итогам конкурса, объявил меня лучшим директором года Москвы. Это достаточно серьезное такое признание, и премия была финансовая, очень приличная, достойных было очень много, очень много, но тем не менее. Про Москву хотел немного еще затронуть. С кем из, может быть, известных людей вы держите контакт, общаетесь, потому что вот про Малахова вы нам сказали. Ну, вы знаете, помимо Андрея Малахова, помимо Андрея Малахова, я же, как и многие спортсмены, после своих достижений была очень ярким персонажем на тех или иных программах, очень много принимала в спортивных мероприятиях телевизионных участия и так далее и тому подобное. Неспортивные. Вот недавно проект яркий прошел, где я пела, я шесть песен спела, я была в маске, в маске тучи. Да ладно! Клент! Ну что за человек! Это не певица. Это спортсменка какая-то, сто процентов. Параллева легкой атлетики, двукратная олимпийская чемпионка в беге, Светлана Мастеркова! Прикинь! То есть это все новое-новое, но и посмотрите, сколько времени прошло с моих достижений, и это ведь, наверное, характеризует меня как человека, который очень коммуникабельный. Я очень достойно отношусь к людям, я люблю всех. Но не в той, любовь бывает разная. Любовь к ребенку, к отчизне, к родине, и любовь общаться с людьми. Вот я люблю общаться с людьми. Я никогда не пройду мимо. Вы знаете, что делают сибиряки? Ой, какие хитренькие стали! Где-то в интервью я сказала, если я вижу где-то сибиряка, и он говорит, что я из Ачинска, я сразу его обнимаю. Так вот действительно так есть. Но я думаю, что уже пользуются этим. Реально. Как-то вот мы сидим в одном ресторане, подходит девочка, говорит, а я из Сибири, обнимите меня. И там застала, говорит, она вружка, она не из Сибири, она просто хочет вас обнять. Я говорю, что так действует? Она говорит, да, я запомнила, думаю, если я вас увижу, я вам обязательно скажу, что я из Ачинска, чтобы просто обняться. Ну, конечно, мы обнялись. Что с этого вот? Это сейчас, во время пандемии, конечно, этого лучше не делать. Вот. А в Москве, ну, вы знаете, даже если мы друг друга кто-то не знаем, когда мы встречаемся, мы все друг друга, мы фактически, мы знаем друг друга, мы знакомы друг с другом. И поэтому нам никаких препятствий нет, вот с кем бы вы не встретились. Поздороваться, пообщаться, как дела, поделиться впечатлением, там, кто-то кого-то видел, кто-то о чем-то говорил, поддержать разговор. Поэтому, ну, вот скажите, со всеми, я со всеми могу перейти на любой уровень. Я могу поздороваться с Сергеем Семеновичем Собяниным, то есть, как бы, потому что очень много было работы проведено вместе, я была активным представителем предвыборной кампании Владимира Владимировича Путина неоднократно, была на его инаугурации. Поэтому, и Владимир Владимирович Путин, конечно, поздравляет меня, с 50-летним поздравил меня. Да вы что, сообщение написали? Да, позвонили. Нет, пришла телеграмма, официальная телеграмма пришла. У меня есть много знакомых и просто, которые, мои консьержки, которые в доме, там, охранники, там, все, вот все, кто вокруг. и со всеми могу обняться, потому что не место красит человек, а человек место. Так всегда было. Так всегда было. Конечно, я не люблю людей наглых, хитрых, таких вот, корыстных. Я имею право их не любить, потому что я их не встречаю. Я по первым каким-то своим признакам я просто обхожу стороной. как стоит передо мной круглый стол. Но я же не полезу по нему. А вообще вы боитесь быть осужденным? В чем-то? Вам важно чужое мнение? Нет. Нет. Как раз мне чужое мнение не важно. И оно было когда-то очень сильно развито во мне. Это воспитание родителей, мнение других. И, кстати говоря, большую часть жизни, когда было мнение других, для меня очень важно, эта жизнь можно перечеркнуть многие-многие годы. Ну, конечно, сейчас я взрослая женщина, и я, конечно, веду свой образ жизни так, но как я хочу его вести. И я четко понимаю, что я никогда, ну, не буду кому-то вредить своим там, какими-то действиями. Это касается лично меня. Например, у меня сейчас есть фишка. Я бегаю. Я могу вот так вот встать, в Инстаграме, кстати, есть, я хочу ее развивать, я хочу бегать везде. Я вот могу сейчас пробежаться, потому что у меня пятка немножко болит. Но я могу развернуться и побежать. Понимаешь? Понимаешь? Вообще. И это я. Вот я хочу бежать. И я буду бежать. Люди только улыбнутся, видишь? Я улыбаюсь, да. Понимаешь, если бы мне не болела сейчас пяточка, немножко повредила ее, я прямо бежала бы сейчас. Потом остановилась бы, пошла бы такая нормальная взрослая леди. Вот эти вещи нужно в себе. Но вы кайфуете от этого? Я кайфую. У меня прям мурашки по коже. Жизнь в Москве, она по-своему была сложной. И, конечно, большой период времени прошел, чтобы я была в элите людей, которые могут сказать, посоветовать что-то с телеэкрана. Их прислушиваются. Значимые, уважаемые люди. Конечно, я с ними со всеми, с многими перезнакомилась. Мы знаем друг друга, потому что у нас одинаковые планы на жизнь. Мы что-то для страны, для себя сделали, какое-то достижение, иначе мы не были услышаны, о нас бы не говорили. Конечно, достойные люди. Я могу сказать, что не то, чтобы я там лично, персонально кого-то хотела сейчас отметить, но я знакома с достойнейшими людьми нашей страны. Даже если мы ни разу не жали друг другу руку, мы при встрече всегда это сделаем, потому что пронести несколько десятилетий от моих достижений до жизни сейчас достойную жизнь, достойнейшую, много работы, много асоциальной, общественной работы. И вот так вот все, и так многие люди, которые непосредственно занимаются больше того, чем они делают профессиональными, в своих профессиональных рамках. Поэтому Москва была по-своему и красивая, и, конечно, такая сложная, очень сложная. У меня напоследок небольшой блиц. Да, давайте. Спорт-блиц, я его называю. Давайте. Если бы не легкая атлетика, то что? Ничего, я боюсь даже себе представить. Кто из олимпийцев вдохновлял? Ну, Саша Карелин. Потому что на спортивной базе в Подольске всегда в одно и то же время были борцы, штангисты и легкоатлеты. И вот как они тренируются, как они бегают, кроссы, ой, это, не знаю, они могли бы посоперничать с легкоатлетами. Уважение, уважение, уважение. Особенно, когда они теряли вес, когда гоняли вес. Уважение. Саша Карелин обязательно. Лучший город мира? Будете улыбаться, но там, где сердце бьется чаще, это, конечно, Ачинск. Ачинск, Ачинск. Но если касаться России, это Ачинск. Лучший город мира блиц не получится. Лучший город мира там, Испания. Москва. Все. Не будет больше. А куда бы вы никогда не вернулись? Куда бы я никогда не вернулась? А задайте мне, куда бы я вернулась и зачем? Вот куда бы я вернулась и зачем? Я бы вернулась на мгновение в прошлое, чтобы сказать всем спасибо, кому не успела сказать. За себя. За свою жизнь. Последнее. За кем или зачем? Светлана Мастеркова готова бежать до конца. За любовью. Вот за любовью буду бежать до конца. Потому что любовь движет человеком. Глаза ярче. Любовь к родине. Любовь к любимому человеку. Любовь к маме. Любовь к жизни. Без любви просто так. Ничего делать не интересно. Ты должен это любить. И тогда будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Пошли гулять. Руку пожали. Пошли гулять. Спасибо. Спасибо.